значит единственное что мне известно из животного мира что конкретно помогает это когда у людей туберкулез то если собачатину поесть то большом количестве случаев люди излечивались еще по поводу собак то есть будет теория озвучила ее впервые если не ошибаюсь георгий сидоров что собаки это продукт человека и волка якобы внедрили и гены волка человека и волк стал собакой но я все-таки склонен что это отдельно два вида которые отдельно выводились это раз второе что хочу сказать вы со собственного пса действительно можете сделать своим преданным не просто другом а вообще своей второй половиной если выращивая его со щенка плевать постоянно ему свою слюну в тарелку когда он будет вашу слюну есть постоянно то он будет с вами одной крови ты и я дело в том что такие вещи не только животными практиковались но в некоторых народах и племенах на разных стадиях это женщины преимущественно бабушки которые в скармливали младенцев они пережевывали во рту кашицу кормили сорта это младенцев поэтому зачастую иногда и выходило что внуки больше бабушек любили и любят потому что они как бы родными становились поэтому если у вас появились младенцы а рот не запачканы и хотите чтобы дети от вас не отвернулись как это в основном бывает кормите их из собственного рта и вы будете родня и вы будете семья пока все хорошо я могу сказать и объяснить только будьте так добрый дать и я геннадий отвечу и не знаю кто такой эдвард гриффин но про витамин b17 я хорошо знаю много лет назад я его искала когда начинаешь поисковике набирать и витамин b17 тебя начинает вылазить совершенно другие витамины и надо долго и нудно искать но все равно можно найти он находится в косточках этих как их называется абрикосовых только в абрикосовых косточках наибольшем количестве сколько съесть абрикосовых косточек столько сколько с можно сможет человек съесть этих абрикос 34 значит есть какие-то сведения в начале этого столетия значит одна она была в медсестрой потому что женщинам нельзя же было быть врачами она была медсестрой и и потом все это закинула и начала лечить якобы от рака и она не только лечила как всегда этим содой и перекисью и она уже вообще терминальных а вы объяснен у которой без сил без ничего это уже она рейс когда она рейсики она им давала вот этот косточки давала им косточки перетертые с кисляком знаете прокисшее молоко ну типа кефир ну вот это сейчас кефир невозможно пить а тот у кого коровка кислячок это прекрасно и по чуть-чуть по чуть-чуть и она восстанавливала b17 это сильнейший витамин который поднимает твой иммунитет это самое лучшее лекарство и кстати когда вот после неудавшийся в моей месячной батла я услышала эту малыш его для меня это не именно рицательное big pharma и когда она там обсмеивала вот этот b17 и который находится в абрикосовых косточках и один ее этот товарищ который с ней там выступает якобы говорит что он доктор и он сказал да даже умирают от этого b17 в рот засунули и вот типа гитлер умер от этого яда он умер от цианистого калия будто бы говорили ладно не не в этом подождите пожалуйста закончу алексей ужасно вас слышно пожалуйста я сейчас закончу мне надо бежать моему любимому мужу потому что там пухкает уже так вот геннадий это прекрасное средство вы все равно не сможете здесь есть целый стакан потому что обвиняли вот эту женщину понятно что ее будут обвинять потому что она всех больных вытаскивала с того света и они были здоровые а куда же это годится и самое главное копеечными средствами и она ничего не брала потому что тот кто действительно помогает он не возьмет ни копейки ни копейки вот и ее засудили за то что кто-то якобы умер потому что съел целый стакан косточек ну здесь это единственный случай который будто бы говорят больше никогда я ничего не слышала так что это прекрасный фильм целиком 50 минут есть лекарства мы не знаю не знаю про этот это надо все искать смотреть думать пропускать но про b17 я могу сказать точно я сама его использовала у меня абрикосовое дерево хватает на целый год этих косточек вот очень вкусные немного горькие ну когда с медом и с кисляком вообще отлично на голодный желудок один раз в день нею прекрасно вот помимо того что есть но и другие способы лечения алексей я очень плохо вас слышала действительно то урывками так даже от того что вы сказали знаете у меня очень много вопросов а игорь извини меня пожалуйста я с тобой действительно хотела бы поговорить это наверное будет самым хорошим нашим разговором чтобы слышали все я вижу твою настроенность такое неприятие к тому что я знаю я прекрасно знаю о чем ты думаешь и даже потому что ты очень любишь свою бабушку и когда были разговоры что болезнь все-таки провоцируется на эмоциональном уровне и наши негативные как и компортаменте наши но действия провоцирует вот это заболевание игорь во первых я даже не знаю тебе как это сказать ты ты не очень жаль что ты так думаешь давай так скажем потому что да ты можешь сказать что ты знаешь тебе это не интересно это не твое поверь мне каждый человек для меня дорог правда дорог и хотя мне сегодня сказали что я хочу быть мамочкой всех лечить вот я не хочу никого лечить не хочу быть мамочкой ему я тебя вижу другом товарищем я очень мышленником и игорь я очень надеюсь но не мамочкой точно но это я не хочу у меня есть один сын меня есть больше чем достаточно и что я тебе хотел сказать я правда я очень хотела бы услышать вот этот рассказ про бабушку потому что я уже чувствую вот там есть некоторые пару аспектов ну видишь конечно не вернуть я понимаю что это тебе самое больное место потому что не только бабушка а у тебя так получилось по жизни что ты встречаешься с таким родом неприятностями с неприятностей горем давай мне приходилось изучать это все да и и знаешь а еще самое будет противная игорь уж поверь мне потому что ты изучал и изучал немножечко как когда ты точно узнаешь правду ну я сейчас еще геннадию отвечу тогда пожалуйста я не говорю о лекарстве все лекарства да не лекарства все для нашего восстановления все находится в натуре в природе мы часть природы и природа часть нас все 70 этих элементов таблицы менделеева это мы и на природа все что не не 61 элемент он не наш вот и все и в косточках в абрикосовых косточках самый больший коэффициент этого 17 я об этом говорю и если да то может бразилии есть там где-то может еще дело в том что это наш фрукт и он нам генетически подходит я не знаю про бразилию не знаю и я говорю что в косточках есть этот без 17 зачем нам какие-то лекарства если мы можем каждый день съесть по три косточки максимум потому что три фрукта вы сможете съесть все и больше ничего не надо ребят а вот интересно а почему никто не говорит о родильных пятнах я много систем слышал ну родильные пятна такая теория не знаю если это правда или не продает это я слышал от моих бабушек что это когда женщина беременная испугалась чего-то из то с чего нас испугалась и притрону рукой часть тела вот это изображение остается на на теле бывает мышей испугаются и родимые пятна там с волосистым покровом я не знаю правда это ли нет это то что мир а теперь второй вопрос а у всех ли здесь родимые пятна и вот и почему они есть ну я могу я как всегда я могу такие вопросы давать не давайте я просто теорию озвучу так как мы до конца не знаем нашу природу и знахари нас лечили на трех уровнях то есть помимо этого скафандра еще есть другие тела назовем его условно в кавычках астральная так вот астральная тема тело она тоже получает шрамы которые у нас на на физическом выходит виде родинок иногда родинки исчезают иногда появляются у меня исчезло очень много родинок которые были то есть но это прием даже вечер один к привод все объявление повесил привет насчет синильная кислота буквально два года назад у меня у подруги у матери рад вот она вычитала про эту синильную кислоту но она по интернету короче не не шарит она попросила я с него так зимой мы сидели и занимались по поездам это и синильной кислоты где ее могу купить в общем ее можно купить только в англии она еще продается но как бы как таблеточном виде если кому интересно больше нигде давайте я вытяжка чего из печени а ну я в двух словах прокомментирую это если псевдонаука бывает там допустим вытяжку из когтей тигра чтобы мужчины потенциал был большой вытяжка из жабьих глаз там чтобы слух был лучше в общем по брехеньки ничего это не работает но какая акула вытяжка к человеку это ихтиандром чтоб он стал это все ложь заработал огромные деньги а вы остались ни с чем будьте так любезны послушайте может пять минут я уложусь значит так есть био жизнь из греческого кстати нет придон из албанского био это белок это вот мы белорозовые наш скафандр значит есть живая жизнь можно сказать чужеродная жизнь и наша жизнь био так вот белла наша жизнь она щелочной пиаш я все исследовала и теперь я знаю точно это официальная наука говорит это не я придумала и это не даже я не знаю где альтернативная в этом случае а где официальная значит самого рта до самой нашей какашки у нас пиаш всегда высокий более 7 у нас только пиаш низкий от 1 до 2 выше в верхнем части желудка в нижней части желудка у нас пиаш около семи 7 и чуть-чуть или 7 минус 0 и 1 там 6 и 9 давайте так а в нижней части желудка где у нас открывается сфинктер когда вся пища или вода переходит в тонкий кишечник а в тонком кишечнике у нас уже вообще начинается около восьми в толстом кишечником в на это я говорю о здоровом организме около девяти наш пиаш всего организма более семи кровь наша пиаш здорового человека 7 3 почти 7 3 7 и 30 вот когда мы закисляемся когда мы сдаем анализы сдаем кровь и у нас показывает пиаш там 5 и чем-то это среда прекрасная для чужеродного патогенного организма и когда наш пиаш занижен а занижен и потому что и адреналин и потому что большим количеством едим всякую гадость те же мангдоносе особенно когда человечеству жрем слава я согласна с тобой я это уже могу подтвердить и сама на собственном опыте и также когда едим много много мяса это тоже пиаш нас наш начинается падать и тогда к нам подселяется обыкновенный грибок у нас все болеют грибками у всех вылазят грибках на ногах на руках если грибок вылез на руках и ногах значит он полностью заразил ваш организм и когда официальная наука выдвинула что это генетическая особенность вызова которая провоцирует рак во первых такого заболевания как рак нету называли вначале крабом а потом назвали вдруг рак это стало в семьдесят первом году когда никсон подписал указ что до с этого момента и навсегда как мы видим уже 50 лет будет такое заболевание как рак и мы все кинем на будто бы борьбу с каким-то несуществуем раком наш организм заселяется патогенный не наш абсолютно не наш организм которая называется грибок он на тех тканях на тех органах где которые отвечают за наше поведение по большому счету но дети не могут иметь какое-то поведение у детей благодаря тому что они с детства получают кучу прививок вы посмотрите протоколы прививок детей я знаю о прививках почти все я их исследовала сама я знаю что такая прививка как может быть в организм ребенка который стерильный у него нету иммунитета внедряется патогенный ослабленный не будто бы говорят организм а и он совершенно не ослабленный и как может ребенок реагировать когда у него до года у него нету иммунитета у него кишечная палочка сразу же в роддоме принимает от тех людей которые с ним занимаются потому что у нас сто процентов есть у нас кишечная палочка она с нами уже живет так вот возвращаемся этому к якобы раку и вот этот грибок захватывает наш организм он начинает нарастать на одном органе он захватывает это орган он у него нету своего ядра у него своя странная днк значит так и вот этот грибок он разрастается вы когда-нибудь возьмите плесневый хлеб который вы покупали купили в магазине который вас заплеснил это точно такая же конструкция другое выслушай меня еще буквально пару фраз и все так вот вот этот грибок хорошо я если так я немножечко возьму немного другое направление так вот этот грибок этот грибок был сделанный искусственно синтезированный грибок в начале между второй после первой мировой якобы войны немецкими учеными немецкие это были или это советские были не в этом дело значит этот грибок был синтезированы до из грибка который находится на стенах это называется термофильный грибок он изменяет он это совершенно живое существо но она так как у него нету ядра и у него днк совершенно другая и он не может быть нашим компонентом он изменяется видоизменяется буквально на каждом поверхности на которой он находится или поверхности внутри человека ли кирпича ли дерева ли не это не главное потому что этот термофильный грибок который его широко используют для производства хлебобулочных изделий он не не как он умирает не сдыхает выше 400 градусов он издыхает выше 400 градусов так как наша вообще вся наша продукция хлебов и у испекает хлеба и там бы хлебобулочные изделия ниже 300 градусов он не не сдыхает абсолютно этот грибок прекрасно внедряется в наш организм потому что он очень сильный его первостепенная задача выжить в он внедряется в наши клетки какой механизм внедрения я могу рассказать и раз такой пошел такой разговор я тогда вставлю в доклад как и как на химическом уровне проходит это до хромосом можно смотреть на микроскопе после хромосом я вам могу сказать с точностью это все мультики и домыслы до хромосом можно точно это факт а там уже все домыслы так вот когда он внедряется он до того умный что когда это официальная наука говорит все вот эти случаи со смертельным исходом которые автокатастрофы которые происходят вот когда исследуют мозг умерших водители или потерпевший у них все заражены этим этим грекком грибком вот почему так происходит неизвестно значит грибок что говорит например симончини он тоже исследовал и это national geographic я видела этот ролик еще лет 15 назад показал жизнь грибка который внедряется в свою жертву и он заставляет жертву вести себя так как хочет этот грибок выпивая все соки с этой жертвы ее оставляя мертвую и перебирается он заставляет эту жертву пока она еще не сдохла подойти здоровому объекту заразиться внедриться в этот здоровый объект и оставляет эту жертву уже умирать потому что все соки выпиты вот что такое грибок и это он живет только в кислой среде и так как наша пиаш я сказала что выше семи он не может жить в этой пиаш он живет в экстремально низкость пиаш среде и когда мы все за кислены он у нас профилирует и очень счастлив как только мы повышаем наш пиаш он сразу же вздыхает сразу я еще не договорила будьте так любезны извините пожалуйста может мы выйдем все рассказать и когда проходят радио и самое главное химиотерапия вот этими тяжелыми металлами они кормят этот грибок на первый момент он успокаивается вот почему будто бы есть какой-то на какое-то время эффект от химиотерапии он успокаивается потому что наши клетки это все равно не его а его кормят специально препаратами когда он нажирается а потом уже он с огромной силой накидается на организм его жира я переходит к следующему организму так вот рак как будто бы как мы его называем передается воздушно-капельным путем и это я не альтернативные врачи которые половину поубивали а половину которые работают под колье и спасают нам жизнь и рассказывает нам что это такое так вот я хочу сказать что такого заболевания как рак не существует во первых его называли крабом это внедрение в наш организм совершенно чужеродного объекта и который нас жирает с каким и он был искусственно созданный вот и все